Скажем, проект помощи, проект Урфинджуз, это спектакль, называется инклюзивный спектакль, где дети с особенностями развития, вот Яна, его мама, Мария, это проект, расскажите. Архангельская область, это наш первый президентский грант, спектакль инклюзивный, участвуют дети с инвалидностью, 13 человек, также в рамках этого проекта у нас театральная студия создана при театре архангельском драматическом, где актеры преподают вот ребятам. Они вам помогают? Вы знаете, очень помогают, ребята с удовольствием ходят, и вот этот грант, который мы сейчас получили, дал нам возможность поставить, дает возможность профессиональный спектакль Урфинджуз, где будет огромное действие, 70 человек задействованы, декорации, костюмы, и ребята будут в центре всех этих событий. И я хочу сказать, это прекрасная возможность, в следующий год мы обязательно будем тоже подавать на грант, и я слышала, что будет урезаться финансирование Владимир Владимирович. Пока только расширяли, мы же, у нас с 2019 года, у нас первые гранты были миллиарды, в этом году 7 миллиардов с лишним, за все это время 22 миллиарда. Для них это очень важно, просьба вот обратить это внимание, уменьшать. А сколько, кстати говоря, у вас было грант? Сколько подопечных? У вас было сколько грант объемов? 853 тысячи грант. Это прекрасная возможность на постановку спектаклей на год работы театральной студии. На год работы? Год работы. Ну, здорово. Год, да. И все равно это прекрасно. Расширное, перерасширное. Вот участник, Ян участник, можно вот у него спросить, участник наших проектов. Я уже второй раз. Второй спектакль мы уже делаем. Первый спектакль был про волшебника Замбудного города. Это начало было. А у Финжус это логическое продолжение, так сказать. Интересно? Очень интересно. То есть, работать с настоящими актерами, с профессиональными, я имею в виду, с профессиональными режиссерами, костюмерами профессиональными. Это просто великолепно. Хочется больше и еще. Здорово. Это очень хорошо, что я помогаю. Потому что одних денег было бы недостаточно. Понятно, да. Безусловно. Это вот, когда все включаются, тогда это результат дает. Ну, я скажу еще. Спасибо. Спасибо. О, здравствуйте. С новыми ребята познакомились. Наш проект, мы считаем, что очень важный. У нас, честно, называется фрирайд. Мы развиваем в Крыму экстремальные виды спорта, экстремальный туризм, саботийный. То есть, наша основная цель сделать из Крыма вот такую меку... Экстремальный туризм? По горам, по горам, подвесные мосты, веревочные марки. Да, и в этом году мы провели впервые в России кубок мира по кривдайвингу. Это прыжки с экстремальной высоты, 27 метров. Приехало... Надо? Да. Как выяснилось, надо. Ир Андреевич. Приехало 27, ой, 12 лучших прыгунов мира. Со всей Америки, Великобритания, Колумбия, Украина угрожала. Было много проблем. Это на веревке? Нет, это сальто, это шестой водный вид спорта. Казани было. Да, первый раз. Да, Казани. С какой? Будет Олимпийский? 27 метров, это 12 этаж. Почему? Да, и вот провели такое мероприятие. И почему мы начали именно вот так проводить мероприятие? Потому что 15 тысяч зрителей. Надо приезжать туристы. Прогреть только ногами. Да, в итоге, да. Не, ну сальто. Вот, и в смысле, в общем, мы просто в Севастопе увидели бабушку, и им было написано в плакате, турист в Крыму, уже инвестор. Бабушку не заставляете прыгать? Нет, бабушка нет, бабушка нас вдохновила. С 27 метров. И ребята приехали, и у нас родилась эта идея, не просто так, вот со мной Артем Сильченко, двукратный чемпион мира наш. Да, и он расскажет, какие у нас есть идеи глобальные, что мы хотим добиться этим проектом и вашей поддержки дадутся. Я представлял нашу страну в этом виде спорта, хай-клифдайвинг уже много лет, и на чемпионате мира в Казани я занял третье место, но получилась ситуация, чемпионат мира по водному виду спорта в Казани, я выступал в дисциплине хай-дайвинг и, как говорят, прыжки в воду в 27 метров, и получилась ситуация, что перед соревнованиями мне пришлось готовиться к чемпионату мира по водному виду спорта на турниках в школьном дворе. Нет, у нас ни одной вышки в России, и их очень мало в мире. У нас тогда возникла идея создания первой в мире стационарной постоянной базы по этому виду спорта в Крыму и открытия первой в мире школы. А где, в каком месте? Скала Гива, поселок Семиз, и конечно же с вашей поддержкой, с вашей помощью. Скала, она так нависает над морем, да? Да, место идеальное, все есть, есть ресурс, есть люди. Там рядом же страхующие находят водолазы. У нас как раз там есть заброшенная лодочка, на которой базе мы хотим создать. Потому что необходимо как раз таки для этого водолазы, страхующие. И таких мест в мире очень мало. Вот как-то в Семизе, потому что все спортсмены это увидели. Вот такой глобальный проект, он будет нашу страну прославлять на весь мир. У нас есть как раз судья Дима Саутин, он с трех на уши. С трех, с пяти, с семи, поэтому все. Больше, наверное, не надо. Моешь, вот проект он начал. Помощи мамам. Расскажите. Можно я тоже поговорю с президентом? Очень приятно. Меня зовут Татьяна Черный, я из Великого Новгорода. У нас проект называется «Мама». Мы впервые, наверное, в России обратили внимание, что за каждым тяжело больным ребенком стоят мамы. И если мама не окей, то и ребенку очень сложно бороться с болезнью. Вот я вам хочу представить такую маму героическую. Мне кажется, что каждая мама, на самом деле, она герой. Ну и прям вот можно звезду ей дать. И вот такая вот мама Наташи Тихонова. Знакомьтесь с ней, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Наш проект ориентирован на мам. На активных, инициативных молодых мам, особых детей, детей-инвалидов. Благодаря этому проекту мы, в прямом смысле, вышли из дома. Но, что сами понимаете, с больными детьми особо никуда не выйдешь. Да, сложно. Вот. И благодаря этому проекту мы смогли получить бесплатную медицинскую и психологическую помощь. Благодаря центру «Добрый доктор», который своими врачами, ну, обслуживает нас и наших детей. Вот. Также мы можем проводить досуг. Мы ходим в филармонию на выставке. Вот. Также есть услуга «Няня на час», благодаря которой мама сможет решить свои насущные проблемы, оставляя, не волнуясь за ребенка, потому что уход осуществляет образованный человек. Вот. Также мы сплотились, создали свою инициативную группу, благодаря которой мы также решаем свои проблемы. Начальство-то местное помогает? Ну, пока мы справляемся своими силами, но мы планируем обращаться. У нас есть благотворительный фонд, руководитель которого является Татьяна Чернева. Вот. Мы собираем следства на реализацию проектов. Вот. Также, когда возникают сложности, да, мы и будем обращаться. Говорите с интернацией, у нас молодой, активной. У нас это есть. Знаете, вот мы к вам на встречу сейчас шли, и соцсети, ну, порадовались, что мы можем рассказать. И все эти просто взорвались. Мама пишет, что здорово, что президент теперь знает, что мы есть. Спасибо вам от всех. Я давно уже знаю. Нет, что-то. Вам спасибо большое, что вы занимаетесь. Спасибо большое. Что мы эту проблему подняли. Спасибо. Проект вот Ирина. Скажите, это помощь выпускникам детских домов. А мы Калуга, Ирина Ивкина, Старт в будущее, автономная организация. Благодаря гранту, благодаря финансовой поддержке бизнеса города Калуга, мы создали просто уникальную современную швейную мастерскую для участниц проекта «Молодая мама». Это выпускницы детских домов и школ-интернатов. А в проекте их всего 182 по всей Калужской области. И благодаря качественному образовательному процессу, профессиональным мастерам, которые научат наших девочек правильно шить и очень быстро шить, мы сможем их трудоустроить. Это работают сами мамы? Да, будут мамы. Будут мамы работать. И вот у меня здесь. Мамы, для меня главное, чтобы они трудоустроились, потому что очень сложно найти работу после окончания детского дома. Это в чем, собственно, проект? Вы их учите? Мы вначале их учим шить. Дальше они будут шить на себя. А как вы их делаете? А вот мы создали швейную мастерскую. А, они к вам приходят? Да. И у нас три раза в неделю швейная мастерская будет работать. А как вы отрываетесь от ребенка? Время. У меня ребенок в садик ходит. А, пока он в садике. Да, пока он в садике. Если есть отработка, то время прихожу, я обучаюсь. Сколько ребенок? Три года. Три года. И сколько? Три раза в неделю? Три дня, понедельник, вторник и четверг. Вот 9 ноября будет запуск у нас этой швейной мастерской. То есть уже мы прошли как-то все это, все эти механизмы, препоны, уже все это. Хорошо, вы научились работать где-то потом? Ну, потом планируется то, что для начала мы будем шить для себя, для детей, чтобы дети у нас успели креативно. Вот. И потом уже у нас пойдет реализация связи с магазинами, куда мы можем сотрудничать. Мы делаем для них социальное предпринимательство. Вы уже как бы работаете дома, на дому и можете реализовывать свои кофе-продукты. Да, через интернет, магазины, а еще есть же возможности. У нас много предприятий. У нас есть ателье, которые уже запросили. Если мы дадим качественных девочек, то они готовы взять их на работу. Девочки у нас качественные. Не сомневайтесь. Ну, профессионалы. Профессионалы. Профессионалы, да. Да. А кто преподает у нас? У нас преподает замечательный технолог-мастер, говорит Наталья Александровна. За плечами у нее очень большой опыт. Вы на этот грант организовали вот это дело как-то, да? Да. И подтянули бизнес. Да. Подтянули бизнес вообще и людей. Просто удивительно, что они все безвозмездно все сделали. Я не знаю, но вообще в регионе большая поддержка будет. Я просто думаю, современное оборудование достаточно дорогое для того, чтобы качественные вещи шили для себя и тем более на продажу. Это нужно современное оборудование. Первый начал завод Мафарш, который нам дал деньги на оборудование. Нет, нет, я сейчас про маму думаю. Им-то вот приобрести это не так просто. Мы поможем. Мы поможем. Подключим бизнес. Ну да. Да. Я просто думаю о том, как сделать следующий шаг, как поддержать дальше, но на следующем шаге. Ну ладно. Я не хочу, извините, я почему-то поддерживаю, потому что это чрезвычайно важно для того, чтобы женщина молодая включалась. в трудовые дети в свое время, не теряла квалификацию или приобретала новую. Это чрезвычайно важно для конкретных семей, а вообще для демографии в стране в целом. Это одна из главных проблем. Мы рады, что мы попали в тренд. Да, да, да. Абсолютно точно. Включением молодой женщины в трудовые дети, если многие не хотят дома сидеть, хотят чем-то заниматься. Это чрезвычайно важно. Одно из ключевых направлений. Можно я тоже возьму? Поделюсь, вот похожий проект. Зоя работает с выпускниками тоже детских домов. Длительная программа. Мы начинаем с профориентации, выезды два раза в год. И в идеале цель потом трудоустроить ребенка. Но я думаю, что лучше вот из уст подопечного поделиться и расскажет об одной проблеме. Я знаком с фондом в 13 лет, сейчас мне 18 лет. Вот. Я участвовал в различных проектах этого фонда. В частности, в проекте я управляю профессию. Я два раза на весенних каникулах проезжал в Москву. И мы ездили по фабрикам, по компаниям. Знакомились с профессиями, вакансиями. На целую неделю. Да, на целую неделю. Вот. А летом фонд устроил меня по моей специальности в автосервисе. Я два месяца летом работал в сервисе по машинам автомеханики. Вот. А какая специализация это? Я в следствии по ремонту автомобилей. Ну, о том, что конкретно? По каким-то конкретным узлам? Ну, да. Я был по мотористу. Ну, я моторист по мотористу. Вот. И есть вот такая проблема, что я выпускник коллекционной школы. Вот. И коллекционные учреждения, выпускники коллекционные учреждения, они имеют очень узкий выбор в профессии. Вот. И некоторые хотят выбрать как бы другую профессию, им тогда нужно получать как среднее образование. Вот. И они вынуждены идти в вечерние школы. Я учусь в вечерней школе большой перемене в Москве. Вот. Но это фонд такой. Вот. А вот у меня друг Яша, он в регионе, там у них есть государственные вечерние школы. Кто хотел туда поступить, а с того года почему-то вообще государственные школы перестали брать в государственную школу. Перестали брать? Перестали брать. Выпускник коллекционной школы не может получить полное среднее образование. Вот. То есть, особенно в регионах. Изменения законодательства, я не скажу, с прошлого года не берут ребенка в области, нет возможности, если он хочет и способен получить даже полное среднее образование. В этом году мы с ним поговорим. И в данный момент очень маленький вопрос специальности. То есть, в Москве в Москве 10 наберется, а в регионах это зачастую один колледж, в Деревенский детский дом, один колледж и 4 специальности. Ведущий метр-маляр, заведитель и маленький шина. Понятно, понятно. Да-да, пошли. Абсолютно я с вами согласен, нужно обязательно посмотреть на это. Для них почему-то не горжат. Ну, понятно. Согласен. Вы пора. Спасибо. Мы тогда оформили, Валюович. Да-да, я понимаю, я понимаю, что мы с вами говорили. Хорошо, я понимаю, а я так уже говорю. Мы говорили вчера и СББР. Я я посещала в то время. Где вы видите вас? Где вы видите вас? Где вы видите наоборот? Международный проект. Очень вкусно. Я рады вам сказать о себе грузовой маяке. Мы вам расскажем, как это было в месяц, Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Нужен только турник. И вот особенность проекта в том, что мы можем с помощью его привлекать к занятиям даже самых физически слабых, неподготовленных школьников. Мы проводим соревнования между школами и, по сути, занимаемся этим уже 5 лет. И вышли уже благодаря фонду президентских грантов и его поддержке на федеральный уровень. Сейчас в 20 регионах будем проводить и проводим в течение года соревнования между школами. Детям все нравится. Вот у нас есть представитель здесь. Собственно, это то поколение, для которого мы и делаем наш проект. Вот Паша, он может пару слов сказать. Меня зовут Павел Коновалов. Я ученик 9 класса из Екатеринбурга. Насчет проекта «Русский силомер». Это проект, в котором можно найти единомышленников и друзей. То есть ты вживую общаешься, ты отходишь от гаджетов, от интернета. И, естественно, тот факт, что азарт соревнований, тебе охота выиграть. Какие упражнения? Там сама система такова, что 11 упражнений построены от простого к сложному. Вот самые простые, например, там, виси на перекладине, подъем согнутых в коленях ног до угла 90 градусов. Простейшее упражнение на пресс. Вот потом следующий, там, перехват из прямого хвата в обратный. То есть позволяет самым физически неподготовленным ребятам принимать участие, да, и почувствовать себя победителями, почувствовать себя членами команды. Вот это важно, на наш взгляд. Солнышко кто-то крутит? Солнышко нет, это слишком сложно, да, и травмоопасно, и школы на это не идут. Но зато самое сложное упражнение... Может быть, и не надо, если неподготовленные дети, лучше не делать опасных упражнений? Нет, все в рамках, все упражнения известны, ничего сложного нет. Самое сложное – подтягиваем на одной руке. Вот это делают немногие. Но делают. Нет, я стремлюсь к этому. Стремись. Я делаю упражнение чуть-чуть на один ниже. Выход на две. Тоже непросто. Да. Тоже непросто. То есть от самых простых до самых сложных. Там есть система баллов, и участнику дается одна минута, и он на выбор может выбрать упражнение по силе, по своей. И сделать именно их за одну минуту максимальное количество повторений. Соответственно, баллы посчитали, кто больше баллов набрал, тот победил. Да. Вот так и вот. Сколько у вас, тоже интересно, сколько у вас людей организуют этот проект? Ну, в костях организации сейчас шесть человек. Но очень много волонтеров. Сколько проходит ребятишек? Ну, вообще, мы в прошлом году сделали с Российским движением школьников очень масштабный проект. Силой Ордуша назывался. Именно по русскому силамеру. Сколько человек? 90 тысяч. Да, 300 школ участвовало в 62 регионах. Класс. И мы сейчас вот хотим еще больше. Молодцы. Молодцы. То есть, небольшая группа, собственно, энтузиастов, организовала такое массовое движение. Да. Круто. Молодцы. Спасибо вам. И вам спасибо. Фестиваль технологического искусства совместно с Дальневосточным федеральным университетом на базе технопарка. Пытаемся развить вот классы. Я работаю в университете. Это, да. Ну, это своя автономная нейро-коммерческая организация. Проектные команды делают на фестиваль свои объекты. Инженеры, дизайнеры, творческие команды в коллаборации соединяются, учатся новому, делают объекты для широкой аудитории и совместно с участниками стран АТР. В общем, нас благодаря президентскому гранту и спасибо большое фонду и вам за поддержку. Оно осознало очень много людей. Мы дали много возможностей для участников, в общем, поучаствовать в этом. Вот участник, собственно. Обязательно, как участник. Хотел сказать, что этот проект очень важен для Владивостока и для Дальнего Востока, потому что это культурное событие. Чего именно, да? Почему? Потому что это культурное событие. У нас очень большой запрос на культурное событие. Для всех жителей города это интересное мероприятие. И для участников тем, что новый опыт все приобретают. То есть и инженерный, и творческий специальный. Все живут в университете? Нет, я уже выпустил с университета. Мы уже как молодые профессионалы. А что вы за пенсионер? Дальниосточный государственный технический университет, когда еще до объединения. И как вы трудно устроились? Я работаю конструктором по его специальности, по университетам. Здорово, что это как бы развивает изобретательство. И, соответственно, творческие команды совместно с инженерами делают что-то новое, что вообще. То есть аналогов, в принципе, в России нет. И зрители, которые приходят, они в положительном таком восторге. И вообще нет ни одного отрицательного воздуха. И это здорово, что есть такая возможность ставить точку событийного туризма на Дальнем Востоке, чтобы люди приезжали со всех уголков. Важно, что и вам это нравится. И не уезжали. И не уезжали, да. Это самое важное. Потому что в основном запрос от молодежи, чтобы было больше культурных. Среда нужна. Да, конечно. Интересная среда. Спасибо большое за поддержку. Вам все, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо.